Так? Да. Елизавета, ты стала замечать, что когда накрываешь, более приятно есть? Ну, нет. Нет? Нет? И так, и так приятно? И так, и так неприятно. Мы кушаем из-под палки, да, Елизавета? Так и рассказывай. Да. Говори, как есть. Кушаем? Мы кушаем с телефоном, из-под палки. Когда мама говорит, что уже скоро каш на голове будет, ну так вот кушаем. А почему? Почему? Просто... Ну, не знаю. А мне кажется, Елизавета девочка, которая любит тебя и не будет тебе, по крайней мере, в будущем, все-таки позволять, как попало есть. Помнишь, мы говорили про телефон, что человек, во-первых, он, когда мы едино смотрим что-то по телефону интересное, да, интересное, не будет неплохое, то мы, первое, мы не чувствуем вкус еды, и второе, мы не чувствуем количества еды. Понимаете, какая ситуация? И от этого могут быть какие-то вопросы по здоровью потом. Вот, для нее это так. А вообще, каждая мама в своей семье, это министр культуры. И ребенок растет, и родители, и он меняет правила в родителей. А когда ребенок едет дома с мамой, она сама установит свои правила, и мои дети будут слушать для тебя. Ты согласен? Вы уже сделали закат? Да, да, сделали. Что вы выбрали? Панкейки. О, понятно. Панкейки. Ага. А какой напиток? Вот сок. А, сок. Угу. Хорошо, хорошо. Ток с трубочкой будешь пить? Ну да, вот трубочка есть. Угу. Отлично. Ходи, вот у нас в правильной мере будет такой эксперимент. Ток с трубочкой. Помнишь, как мы учились пить, да? Да. В обычной жизни придерживаешься такого правила? Не стерпаешь? Ну, просто дело в том, что я не часто пью воду с стаканов, либо сок, либо еще что-то. Я чаще всего пью с бутылки такой-либо, либо, ну, по-другому как-то, но просто так мне не кажется. Ну, просто со стаканом, без трубочки, да? Да. Ну, либо просто со стаканом, да. Да. Все. Передача будет. Здорово. Отлично. Так, давай рассуждать. Перед нами я.